Я простой человек. Сказать можно все, что угодно. Естественно, я допускал какие-то ошибки. Ошибаться можно, и ошибаться надо много. Аудитория дел БАЯ в каком-то смысле наша аудитория. С-скромность. Я подогнал. Что такое бизнес-хватка и есть ли она у белорусов? Сегодня на этот вопрос нам помогут ответить два опытных бизнесмена из сферы маркетплейса в Беларуси. Артем Рапцевич, директор крупнейшей классифайд-площадки Куфор БАЙ, считает, что в Беларуси у Куфора нет конкурентов. Максим Маринич, руководитель маркетплейса DLBY, уверен, что в Беларуси есть все возможности, чтобы развивать этот рынок. Надо быть смелее. Мы что-нибудь придумаем? Правила просты. В каждом выпуске два бизнесмена из одной сферы задают друг другу профессиональные вопросы. У героев есть один шанс на двоих, чтобы отказаться от ответа. Легко ли быть гуманитарием среди CEO с большим цифровым мышлением? Обязательно ли иметь степень MBA, посещать бизнес-школы, чтобы строить бизнес? Это прекрасный вопрос от банка. Да, у меня первое образование гуманитарное, я искусствовед вообще. Я не знаю. Да, да, да. Вообще не мешает. Мы не строим ракеты и не запускаем их в космос. А там навыков и знаний хватает для того, чтобы считать бизнес-модели и финансовые модели. А гуманитарное образование зачастую позволяет на какую-то проблему смотреть шире. Поэтому мне наоборот помогает. MBA помогает, наш локальный белорусский MBA, помогает структурировать твои знания, которые у тебя уже существуют здесь и сейчас. И помогает с нетворкингом, особенно если ты на локальном рынке существуешь. Вот если идти на MBA ради этих целей, то да. Но, наверное, узнать что-то новое, когда ты на руководящей позиции работаешь достаточно давно. Ну, я имею в виду глобально новое, что тебе развернет, глаза раскроет на бизнес. Вряд ли. Но структурировать все, да, это полезно. Расскажи о своем профессиональном бэкграунде. Какие проекты поднял, где учился бизнесу и менеджменту? Какой карьерный путь прошел и какой отраслевой экспертизой обладаешь? Окей. Если говорить об образовании, то я, как и Максим, гуманитарий. Да, да. Я закончил юрфак. Далее у меня после студенческих лет были попытки предпринимательства. Потом я понял, что мне не хватает бэкграунда, мне не хватает для более эффективной работы внутри своего бизнеса, ну, скажем, работы в какой-то большой компании, где я бы понял то, чего я не вижу со стороны. Я приземлился к компании «Онлайнер», небезызвестная на локальном рынке. Большая компания в качестве менеджера по продажам медийной рекламы. Я вырос до позиции CEO. Там я проработал два года, после чего я ушел из компании. Далее начался интересный процесс рекрутинговый со стороны тогда еще Шипстад, сейчас уже Адвин, это глобальная компания, которая владеет Куфором здесь, в Беларуси. После чего, в общем-то, я был назначен позицию CEO компании «Куфор». Что касается дополнительного профессионального образования, это всю мою карьеру были какие-то микро-тренинги, микро-обучения сессионные, ничего систематического, MBA у меня нету. Люди, у которых за плечами разные стокгольмские экономические университеты, либо Стэнфорд, говорят о том, что это как музыкальная школа, то есть она закаляет в тебе определенные паттерны, ты их применяешь, но лишаешься гибкости. Они считают, что практический опыт гораздо ценнее. Но я все равно, как человек через это не прошедшего, в это не верю и все еще хочу. Вы часть украинской Эвогрупп. Насколько вы независимы в решениях на белорусском рынке? Да, мы часть Эвогрупп. Мы структурное подразделение, и мы независимы. Ну, я имею в виду, что такое независимость? Независимость, можем ли мы тут чудить как угодно? Ну, наверное, нет, потому что есть же история с какими-то внятыми процессами, согласованием бюджетов, концепцией какой-то там развития пути. Да, мы вертикальный проект, у нас вертикализация, мы независимый бизнес, мы выделены на офис, мы единственный там офис, находящийся полноценный с обслуживанием клиентов за пределами Украины. И у нас там свой подход, мы много чего делаем не так, как делают ребята в Украине, учимся друг у друга. Но если говорить о технической платформе, она выглядит не очень отлично от своего украинского коллеги. продукту там 10 лет, и там Legacy просто огромного продукта, потому что все, что видит рынок, это фронт. Ну, то есть это вот вебморду, которая там есть категории какие-то, есть карточки товара, но у нас внутри продукта есть кабинет пользователя, я имею в виду нашего мерчанта. Внутри еще есть отдельная ЦРМ-ка наша, то есть бэк-офис весь, там, с документооборотом и прочим-прочим. И какие-то штуки, естественно, отличаются, потому что там разница в документообороте, разница в выдаче, разница в категориях, которые можно отображать. Ну и вот здесь мы локально дорабатываем какие-то штуки. Сможете ли вы сказать, условно, руководству на стороне EvoGroup, что вы хотите полностью изменить подачу объявлений на себя? Ну вот, я говорю, что сказать можно все, что угодно. Аргументированно. Да, работа в компании в этой приучила к тому, что... Ну, ты не можешь сказать просто «я хочу». То есть решение должно быть обоснованным. А так у нас, конечно, свобода развивать проект, как мы считаем правильным и нужным, потому что мы находимся внутри рынка, мы понимаем особенности нашего рынка, поэтому, да, с этим вообще все хорошо. Чем позиция Куфора отличается от российского Авито и украинского OLX? Что похоже и в чем разница? Если мы говорим о позиции по отношению к конкурентам в сегменте классифайдов, я бы сказал, что ничем. Главный признак отличия – это популяция, интернет-популяция. То есть там, где больше людей, там, естественно, больше денег в рынке, крупнее товарооборот, и потребностей рынка, наверное, больше. И Авито, со своей стороны, насколько мы как соседи видим, их закрывает финансовыми сервисами, сервисами доставки, это же происходит и в Украине. Поэтому нас отличает компактность и интернет-популяция по размерам. Как ты думаешь, порог входа высокий в Беларуси для появления еще, например, одного игрока, который будет в вашем сегменте работать? Я считаю, что да, порог входа достаточно высокий здесь, в Беларуси. В Беларуси есть игроки, которых ты считаешь своими конкурентами? Отрыв в сегменте General Classified, это в площадке объявлений в целом. У нас довольно большой от любого сайта, которого можно было бы назвать конкурентом. Есть по-сегментно серьезные игроки, на которых мы смотрим ежедневно, наверное, и пытаемся каким-то образом, знаешь, решить эту головоломку, как забрать их аудиторию, сделать ее нашей. Если говорить про конкретные сегменты, то такие игроки есть в авто и в недвижимости, пожалуй. Может, их надо купить? Ну, у Куфры еще не столько денег, чтобы покупать кого угодно. С – скромность. Я подогнал. Артем, скажите, пожалуйста, а есть ли у DLB аудитория, которую вы бы хотели привлечь к себе, забрать? – Аудитория DLB в каком-то смысле наша аудитория. Просто она закрывает какие-то свои потребности определенные у нас ровно так же, как она закрывает другие на DLB. То есть у нас, я бы сказал, не очень сильно пересекается аудитория классифайда именно, частных объявлений. – Не хочет Артем у меня ничего забирать, все нормально. – Ну и отдавать тоже. Какова доля интернет-торговли в розничном товарообороте Беларуси по сравнению с другими странами СНГ? Как быстро изменяется эта доля? – 3% доля интернет-торговли. Это, если сравнивать со всеми приграничными странами, это, наверное, самая маленькая доля, потому что в Украине там 3,5-4, в России больше 5 уже, Польша убежала давно вперед. Растет эта доля органически порядка 20-25% в год. И, ну, есть какая-то динамика, но я говорю, что для того, чтобы драматические изменения происходили на рынке, мне кажется, надо вот там достаточно серьезно законодательство менять. – Мы все смотрим и маркетер, смотрим динамику по миру. Ты считаешь, мы сопоставимы? – Нет, конечно. У нас есть запас по росту еще на ближайшие 5 лет, ну, раз в 5 мы можем вырасти, ну, там, при прочих равных, при нормальном уровне платежей, при инфраструктуре нормальной, логистике. В Британии больше 15%, в Китае 18%. В этих всех странах перестают потребителя различать как онлайн-потребителя, просто, ну, работают с ним в разных каналах. Очень много бизнесов туда заходит, я имею в виду, офлайн-бизнесов, больших брендов, которые начинают работать и там, и там. Ну, то есть мы только вообще в начале пути. Как на текущий момент выглядит мировой рынок в твоем сегменте? Как организована продажа БУ-предметов физлицами друг к другу? Площадки, такие как наша, оказывают пользователям услуги, дают им возможность как продавать, так и покупать товары в классифайдах, размещать объявления. Основная функция классифайдов здесь обеспечить ликвидность этих товаров. То есть сделать так, чтобы тот, кто разместил объявления, как можно быстрее получил лид, а тот, кто пришел за каким-то товаром, как можно быстрее нашел то, что он ищет. Важно сделать так, чтобы примерно одинаковое количество контента было во всех категориях, чтобы закрыть каждую потребность пользователей. А как на текущий момент выглядит мировой рынок в твоем сегменте? У меня есть знания о том, как это происходит у коллег из концерна, которому принадлежит Куфор. Это 22 маркетплейса, которые размещены в Европе, в Южной Америке. Могу сказать, что модель бизнеса, она отличается какими-то минорными деталями. Например, если мы посмотрим АИМовский отчет, на первом месте по-прежнему находится Крейгслист американский, интерфейсно, и вообще по своей бизнес-модели она настолько примитивна, насколько может быть. То есть это доска объявлений, газета, каким-то образом импортированная в интернет. Поэтому отличия минорные, у кого-то есть дополнительный функционал, некоторые страхуют пользователей во время покупки, страхуют сделки в финансовом смысле, некоторые занимаются еще доставкой, но в целом услуги одни и те же оказываются. А вот если поговорить про монетизацию, какие могут быть модели монетизации в этом бизнесе? Опять же, подход довольно такие традиционные у всех. Это, как правило, возможность бесплатно размещать объявления для любого пользователя и за дополнительные деньги, дополнительные возможности по продвижению этих объявлений. Это один из способов монетизации. Еще один, это, наверное, так называемый полпозишн или закрепление, или вип, он по-другому называется у нас на площадке, это когда свое объявление можно закрепить на какое-то время в самом верху страницы и все пользователи в этой категории, которые туда приходят, будут это объявление видеть в самом верху. Это что касается частных пользователей. Если говорить о профессиональных продавцах, в нашем случае это абонентская плата за размещение и за какой-то дополнительный функционал, который мы даем этим профессиональным пользователям. О, вот тебе этот понравится. Как бороться с мировыми гигантами типа Алиэкспресс за свое место на рынке? Как сделать так, чтобы люди покупали у местного продавца, а не у китайского? Прекрасный вопрос. Глядя на цифры, глядя на исследования, я понимаю, что это неотъемлемая часть экосистемы. Взросление потребителя происходит через покупку на китайском сайте. Ему не страшно потратить 3 доллара на какие-то там мелкие товары. Привезли в Беларусь, он посмотрел, пощупал, ага, работает Алиэкспресс, все понятно, и можно пробовать что-то уже на белорусских сайтах покупать. То есть вот взросление потребителя происходит в том числе через эти площадки. Да, есть нюансы. Нюансы связаны прежде всего с тем, что там несовершенно законодательство, потому что условные там, не знаю, шорты или платье, которое приходит из Китая и продается в Беларуси. Вот его купили за там 5 долларов, 10 долларов, оно пришло. А предприниматель малый, который едет, покупает этот товар, точно такое же платили, точно такие же шорты, привозят в Беларусь, он должен их сертифицировать, там еще какие-то дополнительные расходы. И он, получается, продает их по неконкурентной цене. Тогда нам надо внутри рынка менять правила. Ну, либо правила выдвигать для внешних игроков, либо трансформировать правила для локальных игроков, чтобы все были там плюс-минус в равных условиях. 5-6 лет назад мы получили как подарок от государства вот этот лимит, который должен защищать бизнес теоретически в 22 евро на заказ из-за границы. Ну, и сейчас мы видим, как эти правила плавно откатываются. Они откатываются, потому что мы, в общем, еврозес, и мы должны выравнивать все правила друг с другом. То есть, мы видим, что запретительные меры ни к чему не привели. То есть, объем посылок не уменьшился, люди заказывают и дальше, не находят лазейки. Вопрос в том, что белорусский бизнес никак не воспользовался этим, к сожалению. Ну, было ожидание, что вот это там какая-то ограничительная мера как-то повлияет на бизнес, там, люди начнут заморачиваться за сервис, там, еще что-то там отстраивать себя. Ну, вот нет, этого не произошло. Белорусы вот как-то чуть-чуть пока еще не про это. Ну, вот два года назад мы, слыша, например, Алиэкспресс, мы не считали его прямым конкурентом, в нашем случае, к примеру. Но сейчас недавно случилась эта сделка в России, которая угроза сделала более очевидной, наверное, для рынка СНГ. как ты к этому относишься? Как скоро ты думаешь, что-то может произойти, если может произойти? Честно, я думаю, они настолько будут заняты баталиями внутри, и я думаю, что ну, если в какой-то момент дойдут руки у ребят до Беларуси, ну, это там горизонт года 3-4, ну, тут у нас есть опция только усиляться, растить отношения с потребителем, растить сервис, обучать мерчантов и, ну, как бы, быть устойчивыми в этом смысле. Не кажется ли тебе, что Куфор потерял свою идентичность с вводом новых товаров на площадке? Например, еще через проекты Авто и недвижимость в том числе? Нет, мне так не кажется. Ну, вообще, новые товары были там всегда, но патента профессионального его действительно стало сильно больше. Это связано с тем, что мы укрепили свое коммерческое подразделение, мы выросли условно там на 100-150% в количестве людей в этом подразделении и стали больше и эффективнее продавать. Мерчанты воспринимают как Куфор, как площадку, где продают БУ товары и где нет места новым товарам. То есть у них, короче, у мерчантов может же возникать такой диссонанс. Что вы с этим делаете? Ну, вообще, идентификация объявлений от частных и от профессиональных продавцов, она довольно очевидна и можно сразу понять и отфильтровать частные объявления от профессиональных. Что касается модерации, то мы прилагаем максимальное усилие для того, чтобы никто из профессионалов не притворился частным продавцом. Мы с этим очень жестоко боремся, баним этих пользователей. Я могу сказать, что вот это ощущение о том, что у нас стало чуть больше профессиональных продавцов связано с тем, что на одного профессионального листера приходится гораздо больше контента, чем на одного частного. Получается, что участника в категории может быть 5-6 объявлений, у такого же профессионального может быть 100-150. Но это не значит, что этот контент доминирует. По-прежнему доминирует в количестве активных объявлений. У нас их 2 миллиона 300. по-прежнему доминирует именно частный контент. Но тогда получается, что профессиональные продавцы могут не дополучать какой-то результата, какого-то эффективности. Ликвидность у профессиональных продавцов будет меньше, чем у ликвидности участников. Нет, у платных профессиональных продавцов это те аккаунты, которые платят за дополнительные сервисы. безусловно, выигрышная позиция, потому что, как я сказал, один профессиональный листер имеет гораздо больше контента по сравнению с частным. Получается, что у него совокупно лидов больше. Куфор всегда воспринимался как дженералист, то есть проект, который находится в плоскости и закрывает максимальное количество ассортиментов. И тут вы запускаете вертикали 2. Это стандартная практика всех классифайдов. Ты усиляешься и идешь потом вертикали. Почему вы начали запускать их на куфоре, а не строили какой-то отдельный вертикальный бренд, какой-то с выделенными именем и так далее и тому подобное? Я не скажу, что этот способ самый эффективный, потому что есть такой момент, как персепшн, как представление пользователя о твоей площадке. И очень сложно, когда ты под одним зонтиком пытаешься строить несколько вертикалей, изменить представление о себе, как о генералисте плюс вертикали, а не как по-прежнему о генералисте. Поэтому это та, скажем, трудность, с которой мы сталкиваемся, с которой мы успешно побороли в одной категории, но пока еще сражаемся в другой. Я думаю, что это, если простым языком ответить, что это просто дешевле. Денег нет, денег нет. Денег нет, никому нет денег вообще. Хорошо. Сервис интернет-эквайринг это технология, которая позволит вам принимать оплату за товары и услуги с вашего сайта и мобильного приложения в режиме 24 на 7. После оформления заявки вы сразу получите доступ к тестовой среде, а курьер банка приедет прямо к вам в офис для оформления документов. Будьте с Альфой. Вопрос самому себе отвечает Максим Маринич. На высокой и ответственной позиции CEO неизбежно возникает стресс. Как с ним справиться, влияет ли это на бизнес-процессы? Прекрасный вопрос. Буквально вот в промежутке обсуждали. Вообще стресс от чего возникает? Стресс возникает от объема ответственности, на которую ты на себя взваливаешь. И мне кажется важно тебе работать таким образом, подбирать команду, которая будет разделять с тобой эту ответственность, чтобы любой успех был командным успехом. Я могу сказать честно, что все, что происходит с делбаем, это, конечно же, заслуга команды. Я просто являюсь в какой-то моменте лицом бизнеса. Естественно, я туда вкладываюсь, но очень огромное количество работы и очень большой объем успеха того, что происходит с делбаем, это результат работы команды. Большое везение, что есть эта команда. Про мой личный опыт. У меня есть набор занятий, которые меня вытаскивают из стресса, или точнее, даже не дает в этот стресс погружаться. Это тайский бокс, я три года занимаюсь. Я занимаюсь йогой кундалини, порядка полутора лет и плаваю. Опиши портрет клиента онлайн-магазина, каков его возраст и что он покупает? Или она? Если мы говорим про делбай, про маркетплейс, у нас два пользователя корневых. Это мужчина, старше 35 лет, и девушка, порядка 27 лет. Мужчина заточен больше на категории дом, сад. Женщина смотрит одежду, косметику, парфюмерию. Гендерном отношении у нас паритет, покупают одинаково и мужчины, и женщины. И причина для этого проста. На сегодняшний день в интернете покупала половина жителей Беларуси, то есть порядка 4,5 миллионов человек так или иначе столкнулись с покупками. Очень сильно расширяется воронка возраста, потому что очень быстро интегрируются люди в покупку через трансграничную торговлю. Ядро интернет-торговли сфокусировано в Минске. Мы смотрим по нашему товаробороту, это можно экстраполировать на весь рынок, это порядка 55% товароборота в нашего товароборота Минск, Минская область. А регионы догоняющие. В регионах не хватает ассортимента, и это один из основных драйверов, почему люди идут и начинают в регионах покупать в интернете. И расти мы будем за счет областей, регионов, я имею в виду каких-то городов, стотысячников в том числе. На чем твоя компания зарабатывает больше всего, в чем ее уникальность? Если говорить про сплит выручки, то основные деньги мы получаем от классифайдов. Выручка классифайдов это то, о чем я чуть ранее говорил. Это сервисы? Да, это дополнительные сервисы, которые мы предоставляем пользователям для продвижения своих объявлений у нас на площадке. На втором месте это реклама, конечно. А третий пункт? От бизнеса? У вас же вы еще из бизнеса зарабатываете? но классифайд выручка я это про нее тоже. Она же и для бизнеса. Там все вместе. Я понял. Возможность покупки физическими лицами друг у друга с рассрочкой. Да, окей. По карте рассрочки. И как там выручка? Очень хорошо. Могу сказать, что это значительно укрепило выручку от дополнительных сервисов для частных лиц. То есть это ощутимая часть нашей выручки сейчас. И могу точно сказать, что ничего подобного нет у наших коллег из концерна в 22 маркетплейсах на 16 рынках. Эту вещь можно считать уникальной. Ну в целом мы уникальны за счет силы бренда и своей позиции на рынке. Наверное это можно тоже считать уникальностью. Ты относишь себя к собственникам бизнеса или наемным сотрудникам. Как ты думаешь, что меняется в мышлении и отношении к делу, когда ты проходишь эту грань, получив значимую долю в бизнесе? Я наемный сотрудник без долей, без всего остального. Предприниматель это человек, который живет в режиме достаточно высокой неопределенности. Особенно, когда он стартует бизнес. Получается получить долю какую-то миноритарную в существующем бизнесе, это вообще сложно сравнивать. В данном случае мне кажется, когда ты получаешь долю в каком-то бизнесе из-за того, что ты отработал, какой-то результат показал, но это скорее способ компании тебя поддержать, вознаградить и удержать. А если мы сравниваем наемного директора и человека, который бизнесом руководит, это уровень неопределенности, с которым эти люди сталкиваются зачастую. То есть у предпринимателя чистого, я там был, я просто по эту сторону баррикад был, уровень неопределенности вообще крайне-крайне-крайне высокий. Его способность работать со стрессом и там находиться в состоянии стресса и принимать внятное решение при этом, ну это очень крутой скилл должен быть у человека. Скажите, почему вы из разряда собственников решили в разряд наемных сотрудников? Ну не все получилось очевидно, то есть у меня был проект, я его сделал, я его продал неудачно, там в силу разных обстоятельств. Дальше был внутренний вопрос относительно того, куда идти и появились ребята с предложением, там переговаривались, вот это почти пять лет было назад, там четыре месяца наверное, относительно того, что делать, как делать. Мне было внутренне сложно решение это принять, уйти в наем, но принял, перешел и честно говоря нисколько не жалею по одной простой причине, при том, что я наемный сотрудник, у меня есть возможность реализовывать предпринимательский потенциал. То есть здесь, сейчас я очень комфортно себя в этом чувствую. Правильно я понимаю, что не самый успешный бизнесмен может стать успешным топ-менеджером. История успеха это достаточно специфическая штука, как воспринимать успех. И вообще, мне кажется, у нас история с успехом достаточно драматизируется каким-то образом, потому что у нас в культуре нет истории про принятие ошибки. Я допустив ошибку, я через большое количество сомнений внутренних прошел, прежде всего, в самом себе. Стало понятно, что ошибаться можно и ошибаться надо много, потому что через ошибки ты куда-то выбираешься. А зацикливаться на ошибки нет никакого смысла. Поэтому категория успешности, наверное, в этом контексте можно сказать, что не всегда успешный предприниматель может стать успешным руководителем компании в качестве топ-менеджера. но может и не стать. Вопросы есть еще? Господин ведущий. Господин ведущий. Вопросы еще есть в карточках. Хорошо. В одном интервью ты сказал, что в куфоре существует такое понятие, как education day. День, когда сотрудник должен заниматься самообразованием. Как это работает? Помогает ли для развития бизнеса? Да, есть такая программа. Это день, который отводится техническому специалисту на то, чтобы он подтянул свои навыки в понимании технологии, в работе с ними. Это только для технического персонала, то есть условно разработка и около разработки, а ребята, которые занимаются контентом или модерацией или продажами. Мы поощряем любые инициативы, связанные с образованием, но у некоторых подразделений компании есть четкие KPI. Мы в принципе не против, чтобы они потратили на этот день, но план есть план. Не всегда они хотят тратить этот день как альтернатива тому, чтобы поработать. Как часто он бывает? Много программ образовательных. Если говорить про Education Day, то еще одна альтернатива, которую мы предлагаем как работодатель, это travel grant. То есть любой из наших сотрудников может заапплаяться на эту программу, принять участие, скажем, в стажировке в другом маркетплейсе на другом конце света или на соседнем рынке, как ему покажется интересным и полезным, он просто должен написать письмо, в котором он объяснит, зачем ему это нужно. Причем не мы как компания принимаем решение, а принимается решение наша глобальная компания. То есть мы здесь не влияем на условно говоря наш PNL, поэтому нету никакой предвзятости. Есть еще селс-академия для продавцов, это долгосрочный курс в Барселоне, который наши продавцы проходят, и по прохождению этого курса формируется понимание о том, что эта профессия не так, как в локальной ментальности считается, что это какая-то перебица, какое-то время поработать, а потом я буду работать с кем-то другим, а там это действительно очень престижная профессия, и мне бы очень хотелось, чтобы и в Беларуси так было, потому что откровенно говоря, кадров в продажах, хороших кадров в продажах их очень мало. В чем суть ассоциации электронной коммерции, которую вы запускаете, чьи интересы вы будете защищать? По ассоциации электронной коммерции, которую мы делаем вместе с игроками ЕДОСТАВКА и ГИПЕРМОЛ и активно приглашаем туда всех участников рынка, сделан для того, чтобы рынок этот самый развивать. Ключевая задача защищать интересы рынка и мы в свою очередь, учитывая, что у нас одна клиентская база, это малый-средний бизнес, мы активно будем представлять интересы малого-среднего бизнеса у регуляторов. Каждый как бы член ассоциации, который будет заходить в нее и будет иметь право сформировать какую-то повестку и топить за какую-то идею, трансформацию рынка. То есть основная задача не вводить какие-то протекционистские меры, не защищать кого-то. Основная задача растить ассортимент, возможности продажи в интернете каких-то больше и больше ассортимента, снижать еще больше порог входа для малого-среднего бизнеса, упрощать работу с точки зрения документа оборота и каких-то отдельных историй. Вот, наверное, так, ключевая. Поэтому мы туда хотим пригласить и площадки, и интернет-магазины, и интернет-аквайринг, там, то платежников всех, и доставку. То есть все, кто связан с покупкой товара или услуги в интернете, вот мы приглашаем в ассоциацию. Что последнее ты продавал на куфоре и сколько это заняло по времени? Я продавал объектив и его у меня купили меньше, чем за час. Круто. Ну, может быть, это было связано с тем, что я цену низкую поставил. Нет, 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 что я примерно понимаю, как должно быть оформлено объявление, насколько качественный должен быть контент, фотографии, поэтому я его сделал именно так, чтобы оно было эффективно. У нас есть, например, есть сервис кабанчик, услуг, и мы раз в квартал, у нас там квартальные сессии, мы смотрим, какие прикольные задания бывают на куфре. Есть люди запрашивают на кабанчике, есть там люди, которые запрашивают там, типа, собутыльника, есть люди, которые просят съесть вместе торт, ну, там, про выгул собаки такую мелочь, там, как бы, даже не говорю, но вот есть какие-то угарные штуки, которые мы есть, есть какие-то вещи такие на куфоре? На самом деле их очень много, и куфор сам по себе периодически становится героем каких-то информационных поводов, потому что на нем предлагают такие вещи, как, например, универмаг центральный в разделе недвижимости, тоже была статья, его, в общем, пытались продать. В смысле, ЦУМ пытались продать на куфоре? центральный универмаг, универсан, да, да, в общем, надо быть точным в терминологии, да, его пытались продать на куфоре, потом малые воздушные объекты, суда, да, самолеты, в смысле, такие, маленькие, там, двухместные, дай совет начинающему бизнесмену, который хочет работать с E-комом. Размещайтесь на куфоре. Или на дилбайк. Мой совет будет очень простой, взглянуть, как бы, вот издалека на все, что есть в качестве инструментов, способов прийти к цели и по максимуму этим воспользоваться. Не инвестировать самые последние деньги, особенно в самом начале пути, потому что это будет сковывать в том, чтобы делать ошибки. То есть, инвестировав последние деньги, очевидно, можно сильно разочароваться и больше не вернуться к этой затее, которая в корне может быть вполне иметь хороший потенциал. Поэтому я бы посоветовал позволять себе ошибаться. Ассортимент. Ищите нишевой ассортимент интересный, которого нет на рынке. И заморачивайтесь на сервис. С самым, может быть, не суперкрутым ассортиментом и, может быть, с абсолютно ровной услугой, с которой вы выходите на рынок. Если вы это запакуете все в крутой сервис, где клиент для вас будет в 7, вы будете рвать. Просто рвать, сметать всех, потому что рынку Беларуси и рынку СНГ этого не хватает. Все компании, у которых есть очень высокая лояльность клиентов, это всегда очень крутой сервис. Поэтому сервис, 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 сервис. Я здесь тоже присоединюсь и дополню. Вот что я замечаю со стороны в работе предпринимателей, может быть, даже не начинающих, а уже продолжающих, это фокус на краткосрочных целях. Это желание как можно быстрее получить ценность, при этом не инвестировав во что-то более долгосрочное. И мой совет, наверное, будет всегда смотреть чуть дальше, чем краткосрочная выгода. Очень сложно, мне кажется, это делать. Хочется обеспечить какой-то внятный фундамент для того, чтобы строить что-то дальше. У нас осталась еще одна карточка. Отказ от ответа. Никто ею не воспользовался, поэтому сейчас вопрос обоим. Сколько вы зарабатываете? Извините. Ладно. Могу сказать так, что трачу я меньше, чем зарабатываю. Не балуй себя, короче. Спасибо, это было интересно. от души по-братски спасибо. Теперь внимание, вопрос. Что надо сделать делбаю, чтобы стать лучше? В общем, достаточно простая, интересная, креативная задача. За это вы получите кроссовки. Я фанат кроссовок, поэтому вы получите в качестве приза кроссовки Adidas Derapt первого или второго поколения. Пишите комментарии, с радостью буду читать. В самом начале пути, в начале своего развития Куфор базировался на технической платформе одного из североевропейских маркетплейсов. Как называется этот маркетплейс? Я упоминал это в интервью, мой предшественник об этом говорил. Победитель получит этот замечательный рюкзак, суперудобный, с логотипом Куфора, у меня такой же, будем дружить. Смотри в следующем выпуске. Про бывших партнеров, как про бывших жен, либо хорошо, либо никак. Никого расстреливать мы не будем. Профессионалы стоят дорого. Чем быстрее мы от него избавимся, тем больше денег останется у нас в кармане. Рестораторы Алексей Садовой и Сергей Дутин. Скоро на канале Инсинк ТВ. Подписывайся на канал.